Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вашему вниманию хочу представить такую программу. Это фотографии с такой очень интересной экскурсией. В эти дни я был в Одессе, и в Одесской народной церкви в гостях был, проповедовал на воскресном богослужении, проводил семинар. Ну, в общем-то, много интересного было в эти дни, но, конечно, особенно для меня так памятным, что ли, стало именно посещение христианских мест Одессы. Одессу знают культурную, Одессу бандитскую, Одессу очень разную. Город очень интересный. Много всего здесь происходило и происходит, и будет происходить. И, в общем-то, многие люди знают об Одессе, как о такой жемчужине у моря. Многие люди, и жители Одессы, и гости этого прекрасного города очень восторгаются порой. И, на самом деле, очень красивые виды здесь. Но есть еще одна Одесса, которую, в общем-то, немногие даже одесситы знают. Даже немногие люди, что родились в Одессе и всю жизнь прожили в этом замечательном городе, даже не все они знают, тем более гости. Но мне так посчастливилось, мне очень повезло познакомиться с христианами, с глубоко верующими людьми вот этого города замечательного, и узнать об Одессе как о городе Великой Реформации, как о городе, который, на самом деле, известен именно величайшей такой реформацией, которая начиналась на нашей земле. Именно в Одессе в 21-м году Воронаев и другие братья, сестры переживали покаяние, очищение, крещение Духом Святым, осознание молитвы на иных языках. Именно здесь было излияние Духа Святого для нашей земли. И, в общем-то, Одесса – это город реформации. Одесса – город реформации не только для Украины, но и для других стран, бывших безбожного Советского Союза. И вот фотографии, которые вы видите, я их много снял во время этой поездки, и вот во время прогулки по городу Одесса. И вы видите здания, в которых проводились богослужения, там, где собиралась первая церковь. И, в общем-то, я надеюсь, что вот эта фотовыставка, слайд-шоу, поможет вам увидеть красивый город. И не просто красивый город, а увидеть места, которые были отмечены когда-то большой славой Божьей, славой Иисусу Христу. И надеюсь, что этот город еще не раз переживет, на самом деле, чудеса Божьи. И я верю, что для Одессы Господь приготовил много интересного. И этот город не только будет, я думаю, славным своей историей, христианской историей пробуждения, но и современным пробуждением. В реформации 21-го столетия, думаю, для Одессы отведена тоже определенная такая роль, особая важная роль. И, конечно, в Одесской народной церкви, я, значит, теперь имею много друзей, вот, и пастыри, священнослужители этой церкви, много людей богобоязненных, любящих Бога. И, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше одесситов и гостей этого замечательного города пережило покаяние, обращение к Богу, а те, кто уже пережили, чтобы пережили спасение и укрепление, освобождение, благословение, освящение. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Молитесь за Одессу, за пробуждение в этом замечательном городе. Пусть Бог благоставит вас. И как православный обновленческий священнослужитель, я хочу благоставить, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, хочу благоставить и благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа, нашего Господа Бога и Спасителя. И ни в ком Оном нет спасения, кроме Иисуса Христа. Ему вся слава и честь и хвала во веки веков. Аминь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...